В Пермском крае стартовал прием заявок на участие в региональном этапе премии «Экспортер года-2023». Принять участие в конкурсе, который оценивает исключительные результаты в экспортной деятельности, могут субъекты малого и среднего предпринимательства, крупный бизнес, а также индивидуальные предприниматели края. Обсудим старт регионального этапа вместе с руководителем Центра поддержки экспорта Пермского края Екатериной Филимоновой. Она сегодня на студии. Екатерина, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Ксения. Расскажите более подробно про номинации, которые есть в этом году, насколько они изменились от предыдущего года. В этом году у нас пять основных номинаций и две дополнительные. Но в сравнении с предыдущим годом появилась основная номинация – это «Экспортер в сфере услуг», которая является одной из основных и, скажем так, желаемых с предыдущего года, так как в Перми и в Пермском крае огромное количество предпринимателей и компаний, которые продают именно услуги, науку и технику в том числе. Насколько вообще активно подключаются сегодня конкурсы «Бизнес»? Растет ли с каждым годом число заявок? С каждым годом оно, безусловно, растет, потому что, как минимум, в начале данного мероприятия и вообще данных номинаций была маленькая узнаваемость. Но чем дальше мы идем, чем чаще мы проводим это мероприятие, тем больше узнаваемость, в том числе на федеральном уровне. Поэтому компании из года в год уже желают обладать данной номинацией, и количество заявок постоянно растет. Увеличение количества заявок связано сегодня с тем, что в регионе, в принципе, растет количество экспортеров? Скажем так, поменялся формат экспортеров, поэтому появились номинации как экспортер услуг, потому что так или иначе они плохо относились или не могли относиться к машиностроению отдельно или промышленности, поэтому очень большое количество заявок поступает именно на данный формат номинации, потому что реально изменился портрет экспортера в текущих реалиях. А какой это портрет сейчас? Сейчас это много IT-компаний и производителей каких-то инновационных разработок, которые в различных секторах работают, в том числе медицины, образования, безопасности, возможно. Поэтому компании, скажем так, экспортеры становятся лицом Российской Федерации по представлению реальных научных разработок. Поэтому экспортеры услуг, они стали достаточно весомыми, скажем так, в разрезе всего портрета экспортеров России и Пермского края в том числе. Екатерина, мне кажется, самое интересное для бизнеса, по каким критериям сегодня будут выявлять лучших экспортеров и экспортера года? Достаточно небольшая, скажем так, анкета для экспортеров и тех, кто захочет заявиться на ту или иную номинацию. И в основном информация зависит от, скажем так, номинация зависит от количества экспорта вообще в целом у компании. Возможно, наличие какого-то исключительного на экспорт продукта адаптированного имеет большой вес то, сколько стран вы экспортируете. И, возможно, есть ли у вас дополнительные средства продвижения. Выставки, сертификации, товарные знаки. То есть много дополнительных аспектов, которые дают вам право возвыситься во всем рейтинге. Екатерина, правильно ли я понимаю, что сейчас будут выявляться лучших экспортеров года именно прошлого, 2023-го? Да, по результатам прошлого года будут выявляться самые лучшие экспортеры. На этот год компании могут улучшить свои показатели, чтобы поучаствовать уже в следующем году, в 2024 году экспортеры год-24. Да, если мы вспомним конкурс в прошлом году, там выявляли экспортеры именно по 2022 году. А 2022 год такой был достаточно тяжелый, это и закрытие границ и так далее. Насколько сегодня и в 2023 году расширилась география экспортеров? Она поменялась в 2022 году, несмотря на все возможные проблемы, в том числе валютного характера у компаний. ПФО занимало практически рекордное количество номинантов на региональном и федеральном уровнях, что показывало, что в Пермском крае никто не опустил руки и продолжает также работать и расширять рынки. География развивается больше сейчас на ближние зарубежья, на страны БРИКС. И, соответственно, очень большое количество экспортеров, которые именно туда целятся, либо уже вышли. Поэтому 2022 год, возможно, не в полной мере эти рынки, скажем так, собирал. Но сейчас мы видим по результатам анкет, что компании из 2022 года перешли в 2023 и наращивают свои объемы по-прежнему. Тоже интересно, а что сегодня бизнес получает от участия в конкурсе? На самом деле это очень классный пиар, потому что несколько лет подряд те, кто прошли региональный, окружной и вышли в федеральный этап, они выходят на признание на федеральном уровне и получают награды из первых лиц. Федеральные СМИ пишут о том, что у нас есть такие классные экспортеры, которыми мы гордимся. Соответственно, в первую очередь это пиар и, скажем так, респект и уважение от, возможно, конкурентов. Они выбиваются на их фоне. И мы заметили такую тенденцию, что зарубежные партнеры в том числе обращают на это внимание. Когда на федеральном уровне компанию признали, у нее больше доверия к этой компании, у иностранцев, к российской компании больше доверия. То есть количество партнеров международных у бизнеса явно вырастет? В том числе, да. Особенно на странах ближнего зарубежья и СНГ, да даже азиатского, возможно, направления. Это такой хороший бонус к пиар-компании и дополнительная точка поддержки, возможно, со стороны пиар-компании в федеральном уровне. Екатерина, спасибо большое за вашу экспертную оценку. Будем следить за развитием конкурса, ну и, конечно, его итогами. Напомню, что сегодня на студию была Екатерина Филимонова, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края. И мы обсуждали старт приема заявок на участие в премии регионального этапа конкурса «Экспортер года». Екатерина, спасибо.